Пятый класс, 35 серия. Принцип Дерихле. Имеется 4 кролика и 3 клетки. Поскольку число кроликов превышает число клеток, то нельзя рассадить кроликов по клеткам так, чтобы в каждой было не более одного. Найдется хотя бы одна клетка, в которой будет не менее двух кроликов. Доказать можно, рассуждая от противного. Допустим, не существует клеток, где более одного кролика. Тогда в трех клетках окажется не более трех, а по условию их четыре. Противоречие. Значит, предположение было сделано неверно. Найдется хотя бы одна клетка, в которой будет не менее двух. Если по N ящикам разложить предметы, число которых больше N, то найдется ящик, в котором находится больше одного предмета. Первая задача. В лесу миллион ёлок. Известно, что на каждой из них не более, чем 600 тысяч иголок. Докажите, что в лесу найдется вот хотя бы две ёлки с одинаковым числом иголок. Итак, допустим, на всех ёлках разное число иголок. Ну, допустим, на первой ёлке вообще нет иголок. Ноль. На другой одна иголка. Потом две иголки. И так далее. Максимальное число иголок 600 тысяч. Значит, вот если бы ёлок было бы 600 тысяч одна, то тогда можно было бы сделать так, чтобы на каждой было разное число иголок. По условиям миллион ёлок, значит, найдется хотя бы две, у которых число иголок одинаковое. Потому что миллион больше, чем 600 тысяч одна. Вторая задача. Расстояние между двумя пристанями по течению. Катер проходит за 7 часов, а плот за 56. То есть, сколько времени потратит катер на такой же путь по озеру. Так, катер, когда идёт по течению, он идёт со скоростью. Собственная плюс скорость течения реки. За один час он проходит одну седьмую часть всего пути. Плот движется со скоростью течения реки. И за один час проходит одну пятьдесят шестую часть. Катер по озеру движется с собственной скоростью. Итак, нам нужно из одной седьмой вычесть одну пятьдесят шестую. Именно такую часть проходит плот за один час. Получится одна восьмая. Вот если мы приведём дроби к общему знаменателю, здесь дополнительный множитель будет восемь. Получится семь пятьдесят шестых. Это одна восьмая. Вот такую часть проходит катер по озеру за один час. Значит, весь путь, он пройдёт за восемь часов. Ответ восемь часов. Третья задача. На сколько процентов увеличится объём куба, если каждое ребро увеличить на двадцать процентов? Объём куба – это произведение его трёх измерений, а в кубе. Так, если ребро куба равно значению а. Каждое ребро куба увеличивают на двадцать процентов. Значит, одна целая две десятых А надо умножить на одну целую две десятых А и умножить на одну целую две десятых А. Получится одна целая семьсот двадцать восемь тысячных А в кубе. То есть увеличение объёма на семьдесят две целые и восемь десятых процента. Это ответ.